Я все время в маске хожу, ну и стараюсь меньше от людей подальше находиться, больше стараешься. В общем, гуляю в парке, где люди рассеянно ходят. А хочется, как раньше, встречаться с близкими и посещать общественные места, не боясь заразиться. Поэтому Надежда Корычева долго не раздумывала, решила привиться. Тем более, теперь даже ехать далеко не надо. На привокзальной площади Голицына заработал мобильный пункт вакцинации. Желающих защитить себя от COVID-19 оказалось немало. Надо прививаться. Понимаете, это же вакцина. Гарантия, что мы перенесем в легкой форме этот коронавирус и все. Я сегодня собиралась ехать в Москву, вот увидела, и это очень удобно. Я вот с работы еду сейчас на обеде, вот решила зайти и сделать. Житель городка 17 Алексей Акмаев к своему здоровью относится ответственно. Привился от гриппа, а теперь и от COVID-19. Потому что в Крым хочу. Когда планируете? Как провакцинируюсь, так и поеду. Вакцинация от коронавируса проходит в два этапа. Это значит, что через три недели после введения первого компонента вакцины «Спутник Ви» нужно будет снова прийти в пункт вакцинации для введения второго. Специалисты говорят, антитела можно проверить через 21 день после завершения вакцинации. Вакцина хранится у нас в холодильнике, в морозилке, замороженной. И второй вид вакцины, жидкая, хранится в холодильнике. Одна в морозилке, другая в холодильнике. Осмотр фельдшера и стандартные процедуры, измерение давления и уровня кислорода в крови. Условия в мобильном пункте вакцинации те же, что и в стационарном. Совершенно не больно. Я рада, что я сделала эту прививку, потому что все-таки это какая-то надежда, что я буду здорова. Медики предупреждают, после введения «Спутника Ви» могут наблюдаться побочные эффекты, которые, впрочем, быстро проходят. Человеку может подняться температура высокая до 38, до 39. Может, вообще ничего не будет при этом. Они пьют просто обычный парацетамол, норофен, чтобы просто снизить температуру. Ну и может быть легкий дискомфорт на месте укола. Может, побаливать плечо. Мобильный ФАП на привокзальной площади в Голице наработает ежедневно, без выходных, во второй половине дня. Привиться от COVID-19 в нем могут все желающие. При себе достаточно иметь полис и паспорт. Предварительная запись не требуется. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».